Всем привет! Вы на канале Bodybuilding Russia. Очередной интересный обзор на Genetic Lab WayPro, российская компания из Санкт-Петербурга. Закончили тест, получили результаты анализа на белок. Ну что же, начинаем. Итак, WayPro это у нас сыворочный протеин, в данном случае это у нас апельсин. Сразу начнем рассказывать все в порядке того, что мы увидим на этикетке. Апельсиновый вкус. Когда мы только взяли его на тест, очень много людей писали о том, что вкус просто отвратительный, его пить невозможно. Начал узнавать, когда покупали. В основном покупали давно, год назад, два года назад и так далее. На самом деле сейчас вкус, я думаю, что они над нем хорошо поработали, значительно улучшили вкус. Ну просто отличный, мне прям вообще понравился. Апельсин очень хорошо шел. И в конце приема всей пачки, допил я ее полностью, там осталось буквально на один прием. Нисколько он мне не приелся, то есть на всем притяжении, ну просто кайфовал от вкуса. Намного лучше, чем тот же Prime Craft. И ближе даже к импортным аналогам. Дальше смотрим. Значит написано у нас, что Rich богат BCAA и глютамином. Эта надпись у нас чисто маркетинговая, нацелена на тех людей, которые у нас не знают, что сыворочный протеин и так содержит BCAA и глютамин. Я, собственно говоря, посмотрел его аминокислотный профиль. Никаких дополнительных там BCAA и глютаминов не добавлено. Ну чуть больше глютамина, чем, например, если сравнивать с 100% Weight Gold стандартом от Optimum Nutrition, который считается классикой аминокислотного профиля. Чуть-чуть больше глютамина насыпали. BCAA здесь, в принципе, так же, как и в любой сыворотке. То есть ничего здесь сверх того, что содержит сыворочный протеин, нету. Поэтому это у нас маркетинговый ход, скажем так. Дальше, значит, смотрим. По цене, кстати, купил я его 1 килограмм за 1304 рубля. Вот эту вот упаковочку. Да, цена очень хорошая. Купил его с помощью того прикола на маркетплейсах, про который я рассказывал, что можно перелогиниться и у вас будет совершенно другая цена. Кто ролик не смотрел, ссылка будет на него выше. Посмотрите, как можно покупать дешевле. А мы продолжаем. Значит, срок годности у нас протеина этого 2 года. Но здесь, как обычно, у нас присутствует вот эта вот ненормальная надпись, что после вскрытия упаковки продукт хранить в сухом, прохладном месте не более трех недель. Все российские производители пишут эту надпись. Собственно говоря, мне удалось переговорить с представителем Genetic Lab и узнать у них, к чему эта надпись. Они сказали, что они перестраховываются от недобросовестных, скажем так, покупателей, которые недолжным образом хранят протеин, а потом начинают предъявлять претензии производителю, чтобы они им заменили продукт, а то и вообще могут в суд подать. Буквально рассказали историю, что человек неправильно хранил протеин там где-то в сыром месте, собственно говоря, он у него скомковался или цвет изменил или что-то такое. А потом начал написывать производителю, мол, протеин ваш говно, он испортился, меняйте, замените мне его на новый. Поэтому, чтобы обезопасить себя вот от таких, как их называют террористов, потребительских террористов, они указывают везде вот такую вот надпись. Естественно, при правильном условии хранения протеин хранится до 25-го года минимум. О том, как правильно, кстати, хранить продукты спортивного питания у нас тоже есть отдельный ролик, ссылка выше будет, смотрите. Дальше смотрим по составу, по его пройдемся. Ну, здесь классическое описание по поводу того, что такая сыворотка. И дальше вот у нас такой интересный косяк. Вот такая вот табличка и написано, что на 100 грамм продукта содержится 78 грамм белка. То есть, как будто бы он 78-процентный. Но, детально рассмотрев его состав, мы видим, дальше идет, что пищевая энергетическая ценность на 100 грамм продукта белка содержится 73 грамма. Соответственно, спрашивается, ребята, а вы для чего вот эту вот надпись-то указали? Это, наверное, для того, чтобы человек перевернул упаковку, увидел самую крупную надпись беглым взглядом и подумал, ого, здесь 78% белка, ну это круто, надо брать. А на самом-то деле, маленьким шрифтом написано, что белка-то здесь у нас 73%. Спрашивается, для чего вы это сделали? Может быть, у нас представители Genetic Lab расскажут нам, для чего они вот такую вот непонятную надпись здесь разместили, которая вводит нас в заблуждение. Дальше идем. Здесь у нас написано. Интересный тоже момент. Они пишут, что это у нас не протеин, а пишут, что комплексная пищевая добавка со вкусом апельсина. То есть, как будто бы это у нас и не протеин, а просто пищевая добавка, которая у нас увеличивает, так сказать, наш дневной рацион протеина. Вот такая вот уловка. Причем я уже не у первого российского производителя это вижу. Дальше теперь по составу. Ну, собственно говоря, самый дешевый протеин содержит концентрат сыворочного белка, он же КСБ. Насколько я знаю и как видел интервью, да и в принципе, когда разговаривал с представителем Genetic Lab, сказали, что используют сыворотку, а не импортную. Словакия, Латвия или Литва, Дания и Франция использовалась. Какая именно сейчас идет, они сказали, ну мы точно сказать не можем. Ну, в общем, идет импорт. Дальше у них идет эмульгатор, лецитин, чтобы пены не было, ароматизатор идет, регулятор кислотности, лимонная кислота, подсластитель сукралоза неплохой и идет краситель. Из аллергенов может содержать сою, поэтому у кого аллергия, имейте в виду. Больше из аллергенов ничего не указано. Дальше про его хранение и больше ничего интересного. Теперь перейдем непосредственно к самому употреблению этого протеина. Вот так вот он у нас выглядит. Такой вот протеинчик. Допил я его всю пачку. Размешивается он, в принципе, неплохо. Остаются небольшие такие комочки, но производитель здесь вот пишет, что возможно выпадение осадка. То есть они это указали. Остаются небольшие комочки, которые не размешиваются. Такие липкие пены у него немного. Кстати сказать, почему-то, когда делал обзор на первый русский протеин, очень много людей интересовало по поводу пены. Сейчас я поставлю на паузу, приготовлю коктейль и покажу, сколько от него пены. Ну вот я его смешал прям секунду назад. Пены здесь буквально, ну вот она, 1-2 миллиметра пены. То есть с пеной здесь все нормально в этом плане. Ну, мерная ложка здесь тоже более-менее соответствует. Видео у нас есть. Там показывали, сколько, как отмерять правильно и так далее. Ну и теперь самое главное, значит, анализ на белок у этого производителя. Я, естественно, ознакомился с результатами анализа, которые были сделаны Борисом Цацулиным, всем известным. Делал он их 7 лет назад. Значит, на тот момент, на 7 лет назад было заявлено 75 грамм протеина. У Бориса Цацулина анализ показал 78 грамм чистого белка на 100 грамм продукта. То есть даже больше. Результат неплохой. Дальше я посмотрел анализ на канале Алхимия нашего коллеги, с которым мы сотрудничаем, он делал 2 года назад анализ на этот протеин. У него точно такая же упаковка, то есть заявленных 73%. Он там, кстати, тоже увидел вот эту вот надпись и подумал, что 78% белка. То есть, видите, вводят в заблуждение людей. На самом деле 73% было заявлено. У него получилось 74-75%. То есть даже больше. То есть тоже результат хороший. Теперь, значит, наш анализ, собственно, протокол Роспотребнадзора официальный. Значит, смотрим. Вэйпро, компания Генетик Лаб, Ленинградская область, Россия. При заявленных 73% белка у нас получилось 73-65%. Жира получилось 3-4%. У них жира на, получается, 8 грамм даже заявлено. То есть жира даже меньше получилось. Но нас самое главное интересует белок. 73 заявлено, получилось 73-65%. То есть на данный момент этот протеин даже опередил у нас BioTech USA по точности. То есть сколько заявлено, столько и получилось в лаборатории. Что можно сказать по поводу этого? Это, в принципе, очень похвально. То есть наблюдается тенденция, что производитель за 7 лет, с момента первого, так сказать, анализа этого протеина, качество не ухудшил. Стабильное качество, что 7 лет, что 2 года назад, что сейчас. Стабильное качество белка одинаково показывает количество белка плюс-минус. То есть следит явно за качеством. Также 100% они улучшили свой вкус. Потому что пился протеин очень легко. То есть с точки зрения этого протеина здесь все хорошо. Что, конечно, нельзя сказать о других продуктах. Потому что мы тестировали от Genetic Lab не только протеин, а еще другие продукты. И там все весьма печально. У нас есть плейлист Genetic Lab. Смотрите там тесты на их другие продукты. Также в связи с ситуацией, которая у нас произошла с Prime Craft, которой мы рекомендовали, а потом их качество резко ухудшилось. По всей российской продукции перед покупкой я рекомендую вам смотреть свежие отзывы. Потому что непонятно в какой момент и когда может произойти ухудшение качества продуктов. Сегодня оно одно, а завтра оно другое. И у нас яркий пример была как раз компания Prime Craft. Которая просто в один момент скурвилась и начала выпускать какое-то фуфло. За которое мне даже стало стыдно, что я рекомендовал их продукцию. Хоть удаляй ролики. Вот до чего дошло. Но правда я во всех роликах прописал и закрепил комментарий, что внимание, качество уже не то. Поэтому на данный момент, на момент выпуска этого ролика, с данным протеином все хорошо. Вкус отличный. Количество белка четко соответствует тому, что на этикетке. Небольшие косяки, конечно, с этикеткой, про которую я сказал. Но в общем все хорошо. Учитывая за цену, которую мне удалось его купить. Плюс еще здесь у нас килограмм, а не 900 грамм. Ну я считаю, что протеин отличный. Тем более по аминокислотному профилю, который разбирал Цацулин, он соответствовал сыворотке. То есть там было все нормально. Поэтому по итогу я этот протеин рекомендую на данный момент. Все с ним хорошо, вкус мне понравился. Все классно, все ништяк. Кстати, забыл сказать, с животом не было никаких проблем. Ни с газообразованием, ну вообще ни с чем. Все было хорошо. Пился он отлично, все нормально. И еще один моментик хотел добавить. Многие люди пишут, что я пишу, что с животом все в порядке. А они купили и у них начало крутить живот. Имейте в виду, что когда вы долгое время не пили протеин, а потом начали его пить. У вас в любом случае будут проблемы с животом практически у всех. Особенно кто не пьет молоко. Потому что организм взрослого человека со временем утрачивает возможность производства вот этих ферментов, которые расщепляют молоко. Так как я перехожу с одного протеина на другой. И при постепенном, когда вы начинаете пить молоко, молочные продукты, у вас начинают вырабатываться эти ферменты, которые позволяют усваивать молоко без проблем. Так как я с одного протеина перехожу на другое, не даю организму передышку, у меня эти ферменты уже выработались. Поэтому, соответственно, проблем у меня никаких нет с этими протеинами. Но я уверен, что если бы я сделал большой перерыв и начал бы пить российские протеины, то туалетная бумага мне бы точно пригодилась. Поэтому имейте это в виду. Когда вы пишете, что вы там не вылазите из туалета после протеина, с которого, например, у меня все было хорошо. То, скорее всего, у вас недостаточно пока ферментов для усвоения белка. А именно лактозы, которые содержатся в белке. Российские производители вряд ли максимально убирают лактозу. Скорее всего, она везде здесь содержится. Поэтому в этом случае возможны проблемы все-таки и с животом, и с газообразованием. Начинайте пить. Пейте постепенно. Постепенно у вас начнут вырабатываться эти ферменты. И у вас все будет с этим нормально. Ну, вроде бы все по этому продукту. По итогу, как уже сказал выше, рекомендую. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Все, всем пока.